Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходность с реальными событиями является абсолютно случайным. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это продолжение карьеры за игрока. Сегодня у нас февраль и март на ходу. Также, сейчас у нас отставание в 6 очков до Баварии, у нас сейчас матч в запасе, если мы обыграем Ганновер, и потом в будущих матчах обыграем, естественно, Баварию, то у нас будет равенство с ними, так что будем надеяться, что Бавария там потеряет свои очки. Смотрим по статистике игрока, мы сейчас лучшие бомбардиры, за 18 матчей мы забили 15 мячей, нас догоняет Нью-Хаус из Баварии, у него за 19 матчей 14 голов, также он нас практически, можно сказать, догоняет в ассистентах. На 5 голевых у меня больше, в 18 также вот матчах. Все, что я могу еще сказать, давайте быстренько обсудим календарь сегодняшнего выпуска, матч за Ганновером, потом у нас это четверть финала Кубки Германии, снова против Баварии будет, ну, Бавария вообще у нас самый сложный соперник, можно сказать, мы дважды с ними сыграли в ничью, так что просто надо их когда-нибудь уже обыграть. Сегодня также у нас 1-8 Лиги Чемпионов, это Наполи, больше таких интересных матчей нет у нас, ну, также против Гамбурга, наш, получается, второй клуб в карьере. Байер интересная, наверное, будет игра, потом у нас эта ответка в Лиге Чемпионов снова против Наполи, так что мы сегодня уже узнаем четвертьфинале, ну, пару, если мы пройдем Наполи в четвертьфинале Лиги Чемпионов, ну, и также Северная Ирландия и Венгрия в квалификации на Чемпионат мира. Ну что же, Боруссия, Ганновер, Ганновер это наш соперник, если даже по первому сезону, тогда они выиграли вторую Бундеслику и попали с первой строчки. Снегопад на стадионе, поехали. Итак, показывают нас сейчас как лучшего сейчас действительно игрока в Бундеслиге, я не понимаю, почему вообще ни одного нам предложения не было от Баварии даже, вот это мне более всего, потому что Бавария любит забирать игроков из Боруссии, а тут я очень хорошо иду, я даже лучше играю, чем Нью-Хаус, обгоняю его, и за меньше матча я это делаю, я вроде даже моложе, чем он, но все равно мне даже ни одно предложение от Баварии не поступило за всю карьеру. Ну что же, Боруссия, Ганновер, Бундеслига, поехали. Ну это пенальти, вот это я сейчас очень хорошо сделал, очень классный дрэкбэк сейчас получился, впервые так, что типа игрок никуда не двинулся, а я решил прям вперед пойти, вот, убрал и дальше, ну тут он меня просто уже в смятку остановил. Пенальти, естественно, паненкой в левый верхний угол я буду бить. И, естественно, забиваю, отлично, 1-0, Боруссия выходит вперед, 33-я минута, 1-0. Ну замечательно, наш очередной гол с пенальти, и паненкой все у нас срабатывает, а? Как же шикарно мы играем. Ну, батл на ду здесь немножко не хватило прыгучести. Получается, сейчас мы на 2 гола перейдем Ньюхауса, потому что, ну, у нас все-таки матч в запасе даже был, поэтому все у нас грамотно и аккуратно сделано. И отлично! Вот так вот со второй попытки у меня все-таки получилось у меня забить сейчас. Это дубль, друзья, это дубль, 49-я минута. Ганновер не должен нас обыграть, я надеюсь. Все-таки 2 мяча мы тоже в прошлом матче забили, но проиграли с счетом 3-2. Но здесь вот попал сначала вратаря, тут уже и пустые ворота были. Ну и отлично! Очень аккуратно здесь, но защитник тоже не побежал прям спасать. 17-й гол на 2 мяча мы опережаем. Или на 3 уже? На 3, да. На 3 мяча мы должны сейчас опережать Ньюхауса. Так что все пока что классно получается. И, блин, нам не дают забить хэт-трик, а? И сейчас может все-таки хэт-трик, да! Сейчас у нас просто, я думал, забрали наш шанс забить хэт-трик, но нет. Все замечательно, 67-я минута мы громим. Ганновер с счетом 3-0. Это наш хэт-трик в сегодняшнем матче. Ух, как здесь мы все-таки в штангу попали. Ну и Санчо сразу же на нас дальше навешивает. И гол еще и головой мы забиваем. То есть с пенальти правой ногой и головой у нас получилось забить. Осталось только, наверное, левой. 18-й гол в чемпионате. И выпускают Эриксон. И все, друзья, уверенная победа. Даже разгромная над Ганновером. Со счетом 3-0 заканчивается матч. За 7 ударов мы забили хэт-трик. И отлично. Вот теперь-то Ганновер все полностью растоптан. Ни одного даже гола нам сегодня не забили. Хотя в прошлом забили целых 3. Третий хэт-трик за сезон. Ну что же, у нас сейчас четвертьфинал Кубка Германии против Баварии, естественно. 96 у нас завершение прокачалось отлично. Ну и мы ждем, чтобы сейчас отомстить, так сказать, Баварии за проигранный суперкубок. Я всем буду мстить. Лично еще это у меня с ними есть. Они, получается, не позвали меня в зимнее трансферное окно, хотя я очень хотел. Поэтому, почему бы нет, сейчас показать Ливень еще на стадионе. Кубка Германии, четвертьфинал. Поехали. Ну и сейчас, между прочим, не меня показывают. А Джейдана Санчо, я вон там на заднем плане так пробегал. Санчо действительно потрясающий игрок. Он верен, как Марко Ройс. Ньюхауса, походу, сейчас нам показывают. Как Марко Ройс. Санчо уже у нас даже в карьере. Это какой? Пятый, шестой сезон там вроде. И он никуда не уходит из Баруси. Это очень правильно он поступает. Верен клубу. И мы пришли сюда постараться, чтобы, действительно, постараться выиграть Лигу чемпионов вместе с Барусией. Чемпионат. Ну а сегодня мы будем бороться за выход в полуфинал Кубка Германии. Вот так вот сразу же Ивоби на меня отдает хорошую передачу. Вот здесь Мерри. Бывший игрок Кёльна, если я не ошибаюсь. Санчо на меня отдает. Замечательный момент. И Бранд забивает. Отлично, наша голевая передача. Снова, между прочим, как в Суперкубке Германии. Вспомните, мы тоже в том матче против Баварии отдали свою голевую передачу на Бранда. Но, правда, потом Бавария сравнялась. Не суть сейчас важна самому забивать. Это все-таки Кубок Германии. Здесь статистика не так важна. Но забиваем мы Баварии первые. Отлично. Нам просто везет, что мы еще и на своем стадионе играем. Юлиан Бранд забивает свой второй гол в Кубке Германии. И отлично, перед перерывчиком уходим вперед. Ну что ж, друзья, наша первая победа в официальное время. Полная, так сказать. Мы обыграли Баварию. Прошли в полуфинал Кубка Германии. Надеюсь, сейчас нам просто не будет равных. Осталось там два соперника. А дали мы голевую на Бранда. Лучшим игроком становится, естественно, он. Все замечательно. Дальше проходит Майнс. Вылетает Вольфбург, Франкфурт. Проходит и Унион Берлин. Если попадет нам Унион Берлин или Майнс, это будет все замечательно. Нам приходят два сообщения. Изменения в расписании. Только вот изменения в расписании. Я так понимаю, нам стал известен или нет уже соперник по Кубке Германии. Полуфинал. Да, нам попался Майнс, друзья. В полуфинале Кубка Германии мы отыграем это в следующем выпуске. Апрель-май, концовка сезона. Но Майнс это хороший. Нам прям соперник попался. Ждем мы теперь осечки от Баварии. Но она ее не совершает. Так что нам шансов никаких нет. Надо нам просто обыгрывать сейчас Вольфбург. Играем мы снова дома. Третью группу отряд. Как-то странно. Пасмурно на стадионе. Поехали. Итак, Борусия Дорнольд против Вольфбурга. Если я не ошибаюсь, мы отыграли на выезде против них в ничью 0-0. Это была наша первая потеря очков. Сейчас, надеюсь, такого не будет. В сегодняшнем выпуске мы 3-0 вынесли Ганновер. 1-0 Баварию. Так что надеюсь, у нас все будет хорошо. Борусия Вольфбург. Бундеслига. Поехали. Засранец-то какой, а. Пошел отсюда. На, 1-0. Будете меня тут еще подкатами выбивать. Отлично. Борусия Ликуй. Сегодня замечательно у нас должно все с вами получиться. Мы готовимся. Тем более сейчас еще и к Наполе. Я не знаю. Ну, в составе Атлетика было действительно мне играть комфортно. Поэтому там у нас и получилось выиграть Лигу Чемпионов. И мы обыграли Наполе. Потом Бавария была. Потом ПСЖ. Ну, и в конце Барселоны мы все-таки смогли минимально. Так что там. Ну, и подбор был такой тоже. Ну, вот я думал все-таки, что мы от Баварии, либо от ПСЖ вообще сможем вылететь. Но там нам просто повезло. Там пенальти вроде был назначен против Баварии. Я тогда забил, между прочим. Ни в какую свою контратаку на последних минутах не вышли. И мы забиваем дубль. А как замечательно мы сейчас все разыграли. Навертели всех в штрафной. И забиваем дубль на 88-й минуте. Вольфбург просто теряет свои все шансы на сегодняшний матч. А мы забиваем пятый мяч в двух турах Бундеслиги подряд. Ну и в сегодняшнем выпуске. То, что замечательно. Здесь убрали еще и левой, между прочим, ногой от штанги. Мяч залетает. Все супер. Наш 20-й гол уже в Бундеслиге. Уверенная победа Дортмунда над Вольфбургом. Со счетом 2-0 наш дубль приносит победу. Три очка. Три очка отставания до Баварии у нас все так же продолжается. Лучшим игроком матча становлюсь я. 9-0 оценка. Продолжаем мы тренироваться, усовершенствовать себя. Увладение уже мячом 99. Отставание у нас в 3 очка. Лидерство в 2. Предложение о трансфере нам приходит Бавария. Вот. Первое, друзья, у нас предложение от Баварии. Я отклоняю, потому что я не собираюсь оставаться еще на сезон в Германии. Но вот и Бавария решила нам все-таки предложить стать их игроком. Я просто жду сейчас предложение от ПСЖ. Если придет, я, естественно, перейду. Предложение снова о трансфере. И это Валенсия. Нет, спасибо в Испанию. Я пока что не собираюсь возвращаться. В прошлый сезон мы только там играли. У нас игра с Франкфуртом. Давайте сейчас глянем. Матч Бавария еще не сыграла. Свой мы сейчас на 6 мячей опережаем Нью-Хаус. То есть с того момента он ни одного, походу, так и не забил. И Санчо тут нас сейчас, не дай бог, нас Санчо будут обгонять по голевым. Потому что было тогда у нас на 5 голевых больше, чем у Нью-Хаус. Санчо на нас, наверное, все отдал. И у него теперь 10 голевых. Но у нас 12. Нам нельзя давать, чтобы Санчо нам давал голевые. Это будет очень обидно потерять. Но давайте, да, глянем. Обещал посмотреть. Так, вот, сезон в Испании. 31 гол. Так, 31.50 получается. Я голов забил. Сейчас у меня идет 36 мячей. То есть еще 14 я забью. Я повторю рекорд свой. Но посмотрим. Итак, у нас выезд, наконец-то, против Франкфурта. Но зато следующая игра у нас уже в Лиге Чемпионов. Ну что же, отыграем давайте мы в домашний. Потому что у них она черная. У них домашний. Поэтому мы будем в желтый домашний. Выносливаясь вроде восстановилась. Пасмурно на стадионе. Поехали. Итак, выездная игра против Франкфурта. Если Франкфурт обыграет в полуфинале Унион Берлин, то как раз именно с Франкфуртом мы будем играть в финале Кубка Германии. Но если у нас тоже получится обыграть Майнц. У нас очень идет все хорошо. Лишь бы сейчас по ассистам нас не опередил наш же одноклубник Санчо. По голам мы все там хорошо сделали себе в хорошую фору. Теперь просто лишь бы выигрывать и ждать матча с Баварией, который будет в следующем выпуске. Там апрельский это вроде матч. Вообще непонятно, зачем сейчас так это было. Мы еще не видим в счете, ребят. Нельзя здесь рисковать. Надо играть грамотно. Аккуратненько. Лишь бы забить один. А там пойдет и Санчо. 1-0. Отлично. Джейдон Санчо. 22-ая минута. Забивает ворота Франкфурта. И мы выходим вперед. Теперь уже и можно мячи пораскатывать. Поувереннее играть. На Бранта отдаю передачу. Бранта убегает. И я пытаюсь как-то ему созидать сейчас в атаке. И мы забиваем. Но с голевой от Бранта, а не от Санчо. Это намного лучше сейчас мне. 36-ая минута. 2-0. Наш единственный гол сейчас в матче. 21-й, если я не ошибаюсь. У нас сейчас гол в чемпионате. Да, 21-й. Отлично. Мы там посмотрели сами. Сейчас мне остается 13 голов, чтобы повторить мой рекорд, который я сделал в предыдущем сезоне в чемпионате Испании. За Реал и за Атлетика я в сумме забил 50 мячей. ПСЖ. Это тоже очень важно в моей карьере. А вот снова Бранта меня отдает передачу. Ой-ой-ой. Здесь, наверное, просто надо было бить уже. Я просто подумал, что сейчас лучше будет так. Сергей Милинкович-Савич. Это не Санчо. И мы забиваем дубль с голевой от Сергея Милинковича-Савича. Отлично. 45-ая минута. Мы выигрываем со счетом 3-0. Наш дубль. Отлично. Следующий у нас матч, между прочим, против Наполя. Мы точно готовы. Снова мы встречаемся с Наполе в 1-й восьмой лиге чемпионов. Как и в прошлом сезоне с Атлетиком мы встретились. Ну и отлично. 22-й наш гол. Но лучше я на Санчо отдам голевую, чем забью с его гола. Ну, точнее, с голевой его. Поэтому 4-0. Я отдаю голевую передачу. 13-я моя. На 3 я опережаю Санчо как раз. Вроде как не отдавал он на меня голевые. Но в голах он меня вряд ли догонит. Поэтому лучше я на него буду отдавать голевые. Вот. 9-1. Там 9-2 даже оценка сейчас у меня. Все, друзья, матч заканчивается. Наш дубль плюс голевая. Лучшим игроком, скорее всего, станет Джейден Санчо. Потому что у него там, я смотрел, что-то 9-2 должна сейчас оценка. У меня 9-1. Вот. Да. Санчо лучший игрок. У нас 3 дизлайка даже бы нам поставил. Тренер за этот матч. Но зато голы забили. Голевые. Одну голевую оформил. Все замечательно. Ну, у нас тренировка перед матчем с Наполи. Короткий пас. Нет, не прокачался пока что. Вот. 38 у нас забитых мячей за 38 матчей. Еще и сверху 22 голевые передачи. У нас выездная игра. Сначала против Наполи. Так что можно и себя прям все соки выжать. Чтобы показать, что мы из себя стоим. Играем давайте в дополнительный. Давно они не играли. Поехали. Наполи-Баруся. Итак, нам показывают игроков Наполи. Наших бывших, можно сказать, одноклубников. Здесь еще до сих пор Кули, Бали, Фабьян. Я вижу, Серджи Гнабри. Но вот они и мы. Я здесь, Санчо, Кристенсен и Бранк. Все замечательно. Мы готовы сейчас. Все-таки мы в качестве фаворитов. Мы выиграли все 6 матчей на групповой стадии. Поэтому сейчас мы будем бороться за седьмую победу подряд в Лиге Чемпионов. Что еще могу сказать? В Наполи играл Давид. Джонатан Давид. Канадец. Который перешел как раз в Боруссию. Но здесь и меня уже подписали из Атлетика в Боруссию. Поэтому место, так сказать, я забрал у Давида. Который вот перешел в Боруссию. И все-таки, друзья, мы пропускаем. Семьдесят восьмая минута. Наполи как-то вот так вот в Уире какой-то вообще на луне забивает. Вообще очень странно все. Оборона здесь как-то у нас сыграла в этом матче. Но вот сейчас это единственный момент, когда она проболилась. Но атака вообще я не видел, чтобы сейчас у нас были такие стопроцентные моменты. Минимальное поражение от Наполи. Не получилось у нас сделать 7 побед, друзья, с вами в Лиге Чемпионов подряд. У нас только 6 и проигранный первый матч 1-8. Так что все будет решаться именно в Германии. Вообще матч такой себе слабый прям был с нашей именно стороны. Ну а Наполи просто реализовали свой один момент. У нас Чемпионат Германии. Пришло нам сообщение. Милингович Савич возвращается. Не скрифицирован разве был? Что, у нас, кстати, все выполнено. Выполнено по голам, по голевым. Оценку надо чуть повысить, наверное. Мы так неплохо вроде в последних матчах по оценке именно выступаем. Бавария сейчас у нее 55 очков. Да, то есть она не теряет их. Что по статистике? У нас 22 мяча, 6 голов мы на 6 опережаем Ньюхауса. И на 3 голевые мы опережаем Санчо. Так что, вот. Сейчас у нас игра дома против Вердера из Бремена. Играем в домашней желтой форме. Пасмур на стадионе. Поехали. Итак, показывает сейчас меня как лучшего бомбардира, как лучшего ассистента, как лучшего игрока по системе гол плюс пас. Ну и просто не везет нам немного. Вот Бавария нам предложила только уже после завершения зимнего трансформного окна в феврале месяце перейти к ним в следующем сезоне. Естественно, я отказался. Буду верен, так сказать, в Германии я Штутгарту, Гамбургу и Барусии. Вот. Но получается в Баварию пока что я не перейду. Шульц замечательно сейчас на меня отыграл. Я голевую отдаю на Бранта. 14 у нас голевых. Получилось все замечательно у нас. Снова у меня Брант. Брант это мой прям красавчик в Барусии. Мой самый лучший, наверное, друг в Барусии. Потому что только он с моих вроде голевых забивает. Ну, может там две от других. И все. Но сейчас очень классно. Здесь еще и вратарь вот так вот отлетел. Вот эти вот анимации, подпрыгивания его еще. Это просто что-то. 7 голов у Бранта. Вроде 6 было в прошлом матче у Санчо. Если я ничего не путаю. Вот. Так что Брант опередил. Кстати, еще и Джейда на Санчо. И вот он мой шанс сейчас. И этот гол еще. 2-0. Мой гол голевая за сегодняшний матч. Отлично. Какой у меня сейчас уже гол? Гол 22-й вроде, если я ничего не путаю. А могу что-то и попутать. Но вроде 22-й, мне кажется. Очень хорошо здесь получилось. Здесь прям зона открылась вот так вот. Ну и почему бы и не пробить? Надо было и за штрафной, наверное, все-таки пробивать. 23-й. Пардон. 23-й гол. На 32-й минуте. Против Вердера. Я забиваю. И все, друзья. Уверенная победа над Бременом. Гол плюс голевая за сегодняшний матч у нас. Оценка 9-0. Потрясающе. Ну и мы становимся лучшими игроками матча. Это что сейчас такое? Что за баг вообще? Ладно, он прошел. Но вы это видели вообще сейчас? Меня немножко аж передернуло. Как-то странно это что-то было. Бавария выиграла свою игру. Прокачан у нас длинный пас и короткий пас. Неплохо. Ну что же, снова мы сейчас посмотрим. Ну все так же. Три очка у нас до Баварии. Так, шесть мячей у нас. Лидерство в бомбардирской гонке. Четыре лидерство в голевых передачах. Ну а у нас матч против нашей второй команды в карьере. Это против Гамбурга. И мы играем еще и на выезде. Ну давайте нет. Давайте в черный. Мы, кстати, давно что-то в черный не играли. Поэтому Ливень еще и на стадионе. Поехали. Итак, замечательный стадион, на котором мы выступали вторую половину сезона нашего. Я сейчас вспомню. 19-20 вроде это было. Вот. В 2020 году мы здесь играли. Ну и встречаемся против Гамбурга. Штутгарта мы вроде как не забили. А вот Гамбургу мы забили. Причем дубль вроде, если я ничего не путаю. Или хэтрик. Не помню сейчас, если честно. И отлично. Я забиваю ворота Гамбурга. Праздновать я, естественно, этот гол не буду. 38-я минута. 1-0. Очень здесь мне интересно сейчас посмотреть повтор, как это получилось у меня забить. Я не сразу причем забил. Прошел так немножко с мячом. Сейчас увидите. Вот здесь вот взял и вот так вот вперед. Немножко с мячом продвинулся. Вот левый продвинул мяч, а правый уже пробил, чтобы вратарь. Тут как бы угол побольше мне для самого себя открыли. 24-й гол. Столько вроде я забил в премьер-лиге максимум. Либо я там 25 забил. Не помню. Но такое вот число, я помню, у меня было в Манчестер-Сити в премьер-лиге. Минимальная победа Дортмунда над Гамбургом. Наш единственный гол. Все и решил. Оценка такая, конечно, себе. Но гол все-таки есть. Оценка 7-8. Но я думаю, нам этот матч не помешает стать лучшим игроком месяца. Я буду все-таки в это верить. Надеюсь, что мы сейчас получим эту награду. Ну и посмотрим. Сейчас в феврале кандидаты на звание игрока месяца. Смотрим. Я, Бранд... Кто это такой? Ньюхаус, что ли? Нет. Ауар, наверное. А может и Ньюхаус. Да, Ньюхаус и Векхорст из Гамбурга номинированы на лучших игроков февраля. Бавария все так же там выигрывает матч за матчем у себя. Но нам лишь бы сейчас вот обыграть их. И я не знаю, если мы их обыграем, там либо по личным встречам, либо все-таки по разнице мячей. Но у нас она, знаете, 7 мячей нам не хватает вот до Баварии. Все, 7. 7 мячей. Дойдем до матча с Байером, посмотрим, станем ли мы игроками месяца и... И... Что? Еще ничего неизвестное, типа? Входу нет. Еще никто не сказал. Ну ладно. Что насчет меня вообще? Выстрел на трансфер? Это понятно. У нас тогда игра сейчас на выезде против Байера, который идет на третьей строчке. У нас лидерство в 5 голов и в 4 голевые передачи. Ну и отставание в 3 очка, а лидерство у нас в 4. Все. Все довольно понятно. Начинаем мы март месяц. Сыграем вот в этой форме. Ну и против Байера играем Ливень еще на Байерине. Поехали. Итак, можно сказать, сейчас у нас матч за 6 очков. Мы играем против третьей строчки. Байер против Баруси. И вот хороший момент сейчас. Бранд! Бранд забивает с моей голевой. Какую я еще и голевую грамотно отдал. Такой навесик и прямо именно на голову Бранду. Все отлично. 1-0 мы уходим вперед. Моя голевая. Теперь мы вроде должны сейчас в плюс 5 по голевым выходить. От Санчо отрываясь. Ну очень классно. Я вообще на Казимиру пытался отдать. И снова вот этот вот прыжок от голкипера. Это странно. И сразу же меняют Бранд. Выходит Эриксон. Сейчас уже со счетом 1-0 как-то поспокойнее играть. Более-менее. И все, друзья. Минимальная победа Дортнуда над Байером. Благодаря нашей голевой передаче на Юлиана Бранда. Мы выигрываем. Оценка нормальная. Я бы сказал 8-7 за матч. С такой можно, кстати, стремиться на еще и на игрока месяца в марте. Ну а сейчас мы узнаем, стали ли мы игроками в месяце в феврале. Потому что мы ни разу, вот было у нас 2 вроде подряд. Ну не 2 подряд у нас никогда не было. Это за Атлетико мы 2 награды получили. Лучшего игрока месяца. Вот сейчас посмотрим, получится ли у нас сделать впервые 3 награды игрока месяца. Ну что там уже известно же должно. Да, я стал игроком месяца. Отличен наша третья награда. Все супер. Все супер. Вот, февраль. Все замечательно. Третья наша награда, между прочим, за игрока месяца. Ну и сейчас у нас игра перед Лигой Чемпионов. Все так же отставали у нас 3 очка. Теперь у нас лидерство в 7. Смотрим по уголам. 5 голов мы на 5 опережаем и на 5 голевых. Все у нас замечательно. Ну что же, переходим к матчу против Хофенхайма. Он у нас домашний. Дождь на стадионе, поехали. Ну что же, друзья, у нас домашний матч в Чемпионате Германии. Мы пока что ни разу не проиграли. В Германии, по крайней мере, проиграли один всего лишь матч за выпуск. Это Наполи. Ну и сейчас нам вообще нельзя проиграть в Чемпионате Германии в Бундеслиге из-за того, что на 3 очка мы отстаем от Баварии. Нам нужно ждать либо осечки от Баварии, ну либо обыгрывать их в Чемпионате. В следующем выпуске, кстати, эта игра у нас будет. Так что подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики. Быть в курсе того, как у нас складывается карьером за игрока. Санчо. Ну забил хотя бы Санчо. Ладно, здесь голевая от Ивоби. Вообще я не поучаствовал, можно сказать, в этом голе. Но предголевой пас все-таки отдал. Все, теперь там можно поувереннее уже играть. Смогли забить. Ивоби. Отлично, он нам наперед отдал. И мы забиваем. Со счетом 2-0 мы сейчас обыграем Хофенхайм. 75-ая минута. Отлично. Перед матчем, так сказать, с Наполи нам надо было забить. Ну и вот, это наш сейчас шанс забить дубль. Ворота Хофенхайма. И мы забиваем. Просто шикарно мы сейчас все это сделали. Я хочу этот момент на повторе посмотреть. Как я сейчас это пробил. Потому что он от двух штанг залетел. Или вроде от одной. Сейчас мы это глянем. 26-й гол мой, во-первых, в Бундеслиге. Ну здесь вот убрал, да. Шведой как-то получается пробил. От двух штанг я попал. Вот отсюда даже не видно будет. Но интересно с этой камеры тоже посмотреть. Раз штанга. Да, два штанга. Все-таки от двух штанг я забиваю. Ну и дубль в сегодняшнем матче нам приносит уверенную победу. С счетом 3-0. Мы обыгрываем Хофенхайм. И все, друзья. Разгоранная победа Дортмунда над Хофенхаймом. Мы завоевываем опять очередные три очка. Наш дубль сегодня. Оценка какая-то странная. 8-1. Хотя дубль забил. И в обе оценка 8-9. Ну что же, проводим очередную тренировку. Подкрутка сейчас, может, нет. Не прокачалась, к сожалению. Ну и у нас за 43 матча 42 забитых мяча. 24 голевые передачи. Ну а у нас матч домашний против Наполи. Я хочу посмотреть, сколько там в Лиге Чемпионов. Я на третьей строчке. Один гол всего лишь мне остается до первого места, так сказать. Ну что же, матч Борусия-Наполи. Давайте мы сыграем домашний в желтенькое, не пусть в выездной. Вот такой вот военные раскраски. Туман, кстати, на стадионе. Поехали. Итак, домашний матч у нас в Лиге Чемпионов. На стадии 1-8 мы проиграли минимально Наполи на выезде. Главное нам сейчас забить минимум 2. Не пропустить от Наполи, потому что для них это будет еще и выездной гол. Ну и со счетом 2-0 можно спокойно дальше проходить. Но вот если забьет Наполи, нам придется отвечать уже 3-мя забитыми мячами. И вот, замечательный у нас сейчас момент. Прошли. И Мазраул забивает и без офсайд, я надеюсь. Да, все, 1-1 мы уже сравнялись, и это отлично. Предголевой, можно сказать, да, опять снова я пас отдал. Но хотя бы забили мы. И вот мой сейчас момент. И все-таки я забиваю ворота Наполи. Гол, естественно, я праздновать не буду. Но я, как я и сказал, как я и сказал, уверенная победа с счетом 2-0. И мы уже спокойно пройдем. А вот это штрафной, и сейчас я должен действительно пробивать. Я надеюсь, мне дадут. Нет, мне не дали пробить. Я надеюсь, сейчас попрошу. Но забивает Сергей Миленкович-Савич мой гол. Потому что я должен был, блин, его забивать со штрафного. Я тут, блин, штатный... Как это вообще назвать? Исполнитель штрафных. Вот. Ну, он у меня просто забрал. Даже не накатил, когда я попросил. Засранец такой. Но 3-0. Даже если сейчас Наполи нам забьет, мы все равно будем в небольшом плюсе. Ну, это будет все равно какой-нибудь позвоночек. И вот мы отлично сейчас... Ну, прошли же Кулебали. Оп, оп. И забьем. Да, мы забиваем. 150-й гол, друзья, в нашей карьере. Нам сейчас написали. Это наш 9-й гол в Лиге Чемпионов. Мы сейчас должны вырываться на первую строчку в гонке бомбардиров. Ну, дубль бывшей команде. Это замечательно. Я забил бы хет-рик, было бы уж точно круто. Потому что я забил как Ювентусу, так и Наполи. Был бы хет-рику. Вот. 4 мяча я забил в ворота Ювентуса в двухматчевом противостоянии в группе. И забил 2 мяча в противостоянии с Наполи. То есть по 6 мячей я забил итальянским командам в этом сезоне. 3 мяча, получается, я вот забил другим. Не помню, Башикташ я забивал или нет. Один, наверное. Ну, еще вот два. Похоже, я забил Зальцбургу. Все. 4-0. Разгром над Наполи. Мы выходим в четверть финала. Наш дубль нам точно помогает пройти дальше. Вот. Голы, естественно, мы не отпраздновали. 9-1 у нас оценка. Лучшим игроком стал Мазарау. Его оценка 9-2. Ну что же, известны пару у нас участников. Дальше. Проходит дальше, естественно, Боруссия. 4-1 мы прошли. Наполь. Проходит дальше Мью. 6-2 они прошли. Интер. Проходит дальше Пассажа. Они прошли. 5-2 Валенсию. Сити. Выходит дальше. Они прошли Лейпциг. 6-1. Ну а дальше Барселона, скорее всего, точно пройдет. И Ювентус. Потому что здесь 4-0. Тоттенхэм, наверное, пройдет. Лион. Атлетика Павария. Здесь вот интересно. 3-2 все-таки счет. Так же, как и Реал Челси. Никакие ставки давать я не буду. Ну что же, я надеюсь, сейчас нам уже стало известно. В нашем сопернике Бавария опять все выигрывает свой матч. 5 мячей у нас лидерство. Здесь 5 голевых передач. Так, а я бы хотел сейчас глянуть, что там у нас по Лиге Чемпионов. Я же забил дубль, поэтому я должен. Да. 9-е у меня голов. Все, я обогнал Митровича и Сане. Так, ну и сейчас посмотрим, что там у нас по Лиге Чемпионов. Так, нет, еще неизвестно. Ладно, подождем попозже. У нас к выпуску точно будет все известно. К концу. У нас матч Аугсбург-Боруссия. 6 очков у нас отставания до Баварии. Но у нас матч вот в запасе. Ну и играем давайте вот в этой дополнительной. Дождь на стадионе. Поехали. Ну что же, показывают сейчас нас, естественно. У нас фора везде по 5. 5 голов. Лидерство 5 голов. Ну, 5 ассистов именно. Поэтому все у нас замечательно. Играем мы сегодня против Аугсбурга. Отставание у нас в 6 очков до Баварии. Матч у нас в запасе. Так что минимальное будет отставание сейчас в 3 очка, естественно, если мы победим. Но надо нам именно и голы больше забивать, чтобы опережать там по голам, если что, Баварию. Ну, я все-таки верю, что игра не заскриптованная и все матчи вот Бавария, ну, просто не выиграет. Но это просто будет обидно, что мы даже если обыграем Баварию и при равенце очков, она станет чемпионом. Вот это будет обидно. Ну, на Бранта прям опа. Отдает Брант на меня. И мы забиваем. Отлично. 15-я минута. Это 1-0. И супер. Забиваем уже фору в 6 мячей. Вроде это наш 26-й получается гол. Я уже сбился со счета, если честно. Очень классно здесь получилось еще и пробить. Я из-под крутки здесь еще, кстати, в ближний закрутил. 27-й. Все время ошибаюсь на 1-м гол. Примерно. Но мы ведем уже в счете на выезде. Ну, забиваем дубль. И это отлично. Я вообще нажимал с L2, чтобы он как-то через себя попробовал пробить. У меня вроде есть такой удар. И он в талантах у меня вроде стоит. Но почему-то он решил просто так пробить. Хотя здесь прям момент был такой, что нужно было через себя, мне кажется, бить. Вот здесь. Но как-то решил слет. Он пробил. 28-й гол у нас. И мы забиваем хэт-трик. Отлично. Наш, вроде, если не ошибаюсь, четвертый хэт-трик в этом сезоне. И получается второй хэт-трик за этот выпуск. Мы забили. Я уже даже не помню, кому мы забили там. Хэт-трик Ганноверу мы забили. Хэт-трик, да. И вот сейчас Аугсбургу. Уже в первом тайме. Отлично здесь получилось. Еще и в ближний угол. Все замечательно у нас. Теперь у нас там лидерство должно быть по голам 8 мячей. 29-й гол у нас в Бундеслиге. Получили мы небольшое повреждение. Надеюсь, пройдет. И в обе. Здесь уходит мяч. Я не знаю, нас будут сейчас менять или нет. Да, друзья, нас заменили. Я давайте доиграю остаток матча. Из-за травмы нас какой-то вот заменили. Там что-то с рукой. Но я забил хэт-трик. И травму еще и получил. Надеюсь, не серьезные. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как я сейчас красиво все сделал. Еще и парашютиком так паныночкой пробил. Отлично. Все хорошо. Все у нас замечательно. Накрываю с собой Казимира. И Казимира делает что-то вообще 5-0. 81-ая минута. Отличная игра сейчас. Просто супер. Заканчивается матч. Мы громим Аусбург с отчетом 5-0. Наш хэт-трик. Вот я еще на травме такой. Но вышел все-таки мяч забрать. 10-0, естественно, оценка у нас. Лучшие игроки матча. Так, вынужденный перерыв. На 5 дней у меня всего лишь ушиб плеча. Вот как надо, друзья, травму получать на минимум. На аккуратненько. 5 дней всего лишь. Потренироваться, наверное, только не смогу. И с Кельном я не знаю, смогу ли я сыграть вообще или нет. Что у нас здесь? Игроки отправляются в сборные. И меня не берут. На матч сборной, кстати. Наверное, из-за вот этой травмы. Подкрутку и навеса мы прокачали. Но не знаю, буду ли я вообще сейчас играть с Кельном. По идее, это должен. Да, меня берут на матч. 3 очка все так же у нас отставание до Баварии. Смотрим здесь. Здесь 8 мячей у меня. Лидерс над Ньюхаусом. И 5 голевых над Санчо. Вот. Ну что же, это вроде у нас предпоследний. Нет, это последний, кстати, матч у нас, да, сейчас за Баруси в этом выпуске. Против Кельна. Но потом уже матчи сборной, на которые меня не берут, значит, вообще, наверное, будет последний матч. Снег на стадионе. У меня форма такая себе, выносливость. Потому что после травмы. Поехали. Итак, Баруси принимает у себя дома Кельн. Для нас это сегодня последний матч в чемпионате Германии. Вряд ли мы уже что-то либо сделаем. Просто надо побеждать каждый матч. Надеяться на то, что Бавария потеряет очки. Отлично. Передача от Санчо еще и мы приняли от него, а. Я сейчас сделаю вот как. На. Бранд забивает. Я не хочу, чтобы я сейчас лучше. Я лучше буду в голевых передачах. Там повыше. Потому что у меня сейчас и так там на трех сейчас в 6 получается от Санчо. А то на меня Санчо отдал. Думал, я буду забивать. Нет. Пардон, у меня не так хорошая результативность по голаме. Лучше вот ассисты буду выдавать на Бранд. Чем забивать от Санчо. Для меня это тоже невыгодно. Зато Бранд 9 уже мячей. Замечательно. Ой-ой-ой. Все-таки сравнивает Кель на 62-й минуте. Сейчас мне надо прям брать узды правления, так сказать. И бегом идти увеличивать отрыв. Наш, которого еще и нет. Выйти просто нам надо сейчас вперед. Отлично. Сразу же первая атака. 65-й минуты. Я сказал, все сейчас будет и сделано. И все. Я держу свое слово. Отлично. 2-1. Сразу же с развода мяча в центре поля мы побежали в атаку и забили. Все супер. И пропускаем еще один. 69-я минута. Забивает Бурнау со штрафного. Так, спокойно. Снова надо успокоиться. Отлично. 3-2. 87-я минута. Давид. Отлично. Все. Не даем сейчас вообще даже бить ни разу Кельну. Иначе они сейчас опять нам забьют. Шляпы какие-то просто залетали от них. Минимальная победа Дортмунда над Кельном. Еле-еле сейчас дотянули. Эту победу вытянули. За уши практически. Так что в выпуске мы сегодня проиграли всего лишь один раз. Это получается Наполи на выезде. И все. Но все равно мы дальше-то прошли. Мы даже Баварию смогли в сегодняшнем выпуске обыграть. Все матчи мы выиграли с вами. Вот. Но все равно у нас есть вот это вот отставание от Баварии в 3 очка. Матч хоть и у них сейчас в запасе. Но мы даже если вот видите мы сравняли с ними. Но матч у них в запасе. И голы там у них больше. Насколько у них сейчас голов больше? Разница у нас все так же. В 7 очков у нас. В 7 мячей точнее. Разница. На матчи сборной мне кстати вот не берут. Мы выиграли Северную Ирландию со счетом 3-1. Ну и как там прошла у нас игра с венграми. Выиграли 2-1. То есть мы все матчи сегодня выиграли. Кроме вот с Наполи. Все. Так. Мы получается тренируемся сейчас. И доходим до матча в апреле. И заканчиваем на этом выпуск. Очень плодотворный и интересный он у нас сегодня получился. Обидно вот это вот отставание в 3 очка до Баварии. Что там по кандидатам мы там вряд ли будем. Хоть их и трик забили. Нет, меня добавили. Но я там точно вряд ли буду. Здесь смотрите. Нью Хаус. Ауар. Это. Кто это вообще? Это Вальверде. Федерико Вальверде. Но я вряд ли буду. Игроком месяца снова. Вот. Но ничего. Мы сейчас дотянем до шальки. И узнаем как раз. С Атлетико Мадрид у нас. Кстати, вот наш соперник. Нью Хаус. Признан игроком месяца в марте. Пожалуйста. Я увидел уже, что нашим соперником будет Атлетико Мадрид в 1-8. Они прошли все-таки, значит, получается Баварию. Ну, в общем, по итогам сегодняшнего выпуска у нас все так же отставание от Баварии в 3 очка, как и было в начале. Мы в полуфинале Кубки Германии против Майнца. Это никто нам не надо. Здесь мы проиграли Баварию. Здесь Сити. Тоттенхэм МЮ. Баруси Атлетико. Встречаемся против своей бывшей команды снова. ПСЖ Барселона. Сити Челси. Вот так вот. Ну, это будет опасно. Сейчас Атлетико. Это прошлый обладатель Лиги Чемпионов. Здесь у нас еще в Лиге Европы Ливерпуль Байер и Нью-Касл Рома, Бетис Ферентино, Милан Шальке. Ну, и здесь зато мы теперь... У нас два матча остается. Остается у нас игра против сборной Франции как раз и против Чехов, которые нас преследуют. То есть, даже если мы поиграем в сборной Франции, Чехии с кем там играть? С Венграми? Ну, не знаю тут. Но мы, в общем, должны сейчас действительно проходить квалификацию на чемпионат мира. Все у нас замечательно. По статистике у нас в 6 голов мы лидируем. В 6 голевых мы лидируем. В Бундеслиге именно. В Кубке Германии я здесь вообще-то мало. Один гол всего лишь, наверное, забил. Поэтому у меня здесь даже... Вот, я на 25-й строчке. А тут у Льоха 6 мячей за 3 матча он забил. В Лиге Чемпионов я 9 мячей забил. И по голевым я вроде там... Хотя нет, вот у меня есть 2 голевые еще и в Лиге Чемпионов. Все замечательно. Спасибо всем большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok